За свою карьеру Майк Тайсон заработал более 500 миллионов долларов. Но в 2003 году Тайсон с долгом в 30 миллионов долларов признает себя банкротом. Как так получилось? Как только молодой Тайсон стал получать первые крупные суммы денег за свои бои, его расходы сразу начали пропорционально увеличиваться. Он мог прийти в магазин Гуччи и купить вещей на несколько сотен тысяч долларов, после чего ни разу их не использовать. Майк бездумно покупал десятки автомобилей, многие из которых простаивали. Яхты, элитные дома, подсел на запрещенные вещества. Все это наталкивает на определенные мысли о деньгах. Мы всеми силами стараемся заработать их тут и там, всех нас преследуют разные мотивы и цели. Но все это в один момент превращается в пустую бесконечную красивую беготню, когда речь заходит о неумении управлять ими. По статистике более 70% людей на земле живут от зарплаты до зарплаты, независимо от уровня их дохода. Да, статистика это очень часто сомнительная вещь, но задумайтесь на мгновение. Как вы сами взаимодействуете со своими доходами и чем для вас являются деньги. Чаще всего грамотное восприятие денег играет для нас более существенную роль, чем способность их зарабатывать. Так как по умолчанию природа человека не предусматривает навык финансовой грамотности. Но те немногие, кто смог разблокировать этот навык в себе, получают некоторое преимущество над остальными. И счастливый билет с возможностью вырваться из красивых гонок. Ведь какой смысл зарабатывать более пятизначные или шестизначные цифры в месяц, если к концу этого месяца у вас не останется ничего? Ответ на этот вопрос по некоторым причинам не озвучивают в институтах формального образования. Если ты готов прямо сейчас разгадать со мной эту тайну, мы начинаем. Вопрос. Чем являются деньги? Или скорее, что представляют из себя деньги, когда мы осуществляем покупки, приобретаем услуги или получаем заработную плату на работе? Какое значение имеют деньги в этих операциях? Обычно деньги определяются как инструмент, облегчающий обмен. Но это определение не раскрывает все аспекты денег. Мне кажется, в настоящий момент деньги являются эквивалентной ценности. Мы отдаем определенную сумму денег, эквивалентную стоимость товара или услуги. При этом стоимость определяется не одним тобой, а рынком в целом. Но давайте заострим внимание на одном моменте. Деньги равны ценности. Но как это поменяет реальность человека, который привык жить от зарплаты до зарплаты? Это может заставить его взглянуть на деньги немного в другом свете. Но для перехода к практическому совету нам необходимо ответить еще на один вопрос. Как вы сами взаимодействуете со своими деньгами? Вы получаете деньги, когда создаете какую-то форму ценности в виде услуги, труда или производства конкретного товара. Вы теряете деньги, когда что-то приобретаете, вносите абонентскую плату за интернет, покупаете новые автомобили или дом. Теперь вспомните те статистические данные, которые были озвучены в самом начале видео. И подумайте немного о себе. Подумайте о всех тех деньгах, которые вы когда-либо получили и которые вы когда-либо потратили. Сколько из этой суммы у вас осталось сегодня? Сколько из этих денег вы инвестировали в какой-либо актив, способный приносить вам пассивный доход? И какая часть этого взаимодействия доходов и расходов является несбалансированной и не нуждается фиксацией? Скорее всего и то и другое. Но для многих из нас основной проблемой является параметр расходов и потреблений. И как было сказано ранее, по статистике тенденция решить от зарплаты до зарплаты часто не зависит от уровня доходов. Как много примеров из этой статистики вы знаете лично. Коллеги по работе, знакомые, друзья, родственники. Вы сами. Поэтому, если вы получаете сумму большей средней заработной платы, от которой в конце месяца в итоге ничего не остается. Я могу сказать как раз вот про эти вещи. Про свои покупки. Начни сперва с той суммы, которую ты скопил у себя на счете. Конечно, нет той суммы, которую я скопил у себя на счете. Я больше денег трачу на одежду. На что-то, что не приносит мне назад этих денег. А что я еще говорила? Это наталкивает на мысль о том, что вам необходимо урегулировать свое потребление еще до того, как вы задумаетесь увеличить свои доходы. Неразумно ожидать, что вы станете здоровым, питаясь нездоровой пищей. И неразумно думать, что финансовые условия изменятся, если не изменить привычки много тратить. Посмотрите на всех этих знаменитостей, которые подали заявление о банкротстве и получите вывод. Производство ничего не значит, если у вас есть проблемы с потреблением. Способными опасностями, способными подкосить вас финансово. Этими опасностями могут стать потеря работы, несчастный случай со здоровьем или любое другое аналогичное обстоятельство. Теперь подумайте о психических последствиях существования на этом финансовом краю. В один момент работа становится необходимостью, а вы начинаете понимать, что находитесь в замкнутом круге. В конце концов, вещи, которыми вы владеете, в той или иной степени начинают овладевать вами. Люди находятся в очень нездоровом ментальном состоянии, они ментально нестабильны. А просто потому, что ты, когда работаешь с понедельника по пятницу, ты не себе принадлежишь. Твоя жизнь лишена смысла. Эта работа тебе не приносит удовлетворение, потому что ты не владеешь результатами труда своей работы. Поэтому, когда наконец ты оказываешься вне работы, ты наконец принадлежишь самому себе и можешь заняться чем-то. Ну, надо пойти в кабак и привести себя в скотское состояние. К субботе похмелиться, в воскресенье прийти в себя и в понедельник снова пойти на работу. Это не мир, это дургом. Но где найти спасение? А спасение появляется тогда, когда вы начинаете более серьезно относиться к своим расходам. Ведете ли вы учет своих трат? Как вы осознаете себя как потребителя? Как планируете свои будущие расходы? Речь идет о систематизации потребления и поиске способов свести эти вещи к минимуму, чтобы в конечном итоге начать жить по средствам. Другими словами, начать вести образ жизни, который позволит вам откладывать, инвестировать и иметь определенную подушку безопасности на случай чрезвычайных ситуаций. Однако, нам необходимо разобраться в проблеме того, почему многие продолжают существовать непосредством. Почему многие сиюминутно выбирают образ жизни, который не могут себе позволить в долгосрочной перспективе? Образ жизни, который наполнен рисками финансового краха. И все это тормозит нас в плане достижения тех или иных целей. Все это заключается в природе человека. Существует много когнитивных поведенческих причин. Например, тенденция человека отдавать предпочтение к краткосрочной награде здесь и сейчас относительно более крупной награде в будущем. Мы можем потратить деньги на сиюминутное развлечение сейчас, вместо того, чтобы откладывать эти деньги на будущие инвестиции. И мы откладывали и инвестировали, пока все наши знакомые бездумно тратили свои деньги. Или пример социального доказательства, когда мы руководствуемся моделью поведения, что и люди вокруг нас. Это проявляется от покупки одинаковых вещей до необдуманного руководства моральными принципами, принятыми в обществе. Все как у людей. Они покупают новый айфон, и вы покупаете новый айфон. Они одеваются в модные вещи, и вы одеваетесь в модные вещи. Они ремонтируют свой дом, и вы это делаете. Все завязано в попытке произвести впечатление или в попытке не отставать от других из-за каких-либо форм социального давления. А современный мир только развивает эту негативную тенденцию. Сегодня мы все уязвимы для общественного одобрения как никогда. Мы действительно зависимы от мнения людей вокруг нас. Сумка Шанель. Я думаю, с той стороны мы поймем, что это за сумка. А, нельзя показать? Нельзя? Не Шанель? Поэтому ты носишь с другой стороной, что все такие, о, 350 кусков у меня на плече. Люди научились обманывать сами себя. Были исследования. Если одно и то же вино налить, например, в разные бутылки, одно какое-то дорогое, красивое, а второе, дешевое с дорожной обложкой, то же самое вино с крутой бутылки, оно оказалось им вкуснее. Совершенно объективно. Сейчас еще пока ни разу не пользовался. Зачем ты тогда сделал, если не пользовался? Ну, слушай, ну это красиво. И вот посмотришь в Инстаграм, ну, какой богатый человек. А на самом деле все тачки прокатные. Очень часто я встречаю блоги некоторых, коучи, которые говорят, что я так много работал, заработал и купил себе машину. И вот я вижу мою машину. Мне показалось, что трата денег – это и есть счастье, свобода. Сам факт, что я могу вот это тратить, давал мне вот эти ощущения, что у меня все хорошо. Но цель этого видео – не убедить тебя в том, что потребление – это плохо. Речь идет о том, чтобы привлечь внимание к тому, кто вы как потребитель. Вас интересует выглядеть так, будто у вас есть деньги, или вы действительно хотите иметь деньги? Кристина и Бега – это не работа с 9 до 5, а жизнь на пределе, когда вы постоянно находитесь в погоне за зарплатой или другим материальным имуществом. И в этом случае все цели и амбиции всегда отодвигаются на второй план, так как появляется необходимость работать без остановки, чтобы финансировать этот образ жизни. Образ жизни, который не делает вас счастливыми. Это и есть настоящие Кристина и Бега. Когда речь заходит о личных финансах, все, кто специализируется в этой области, начинают говорить о потребительской стороне уравнения. Но мало кто в конечном итоге развивает эту тему до логического финала, переходя к непосредственному заработку денег. И логически это вполне оправдано, так как всегда легче сократить свои потребительские расходы, чем увеличить свой доход. Выступая перед массовой аудиторией, самым оптимальным выбором будет дать совет, который сработает для большинства, так как из этого большинства в конечном итоге и сформируется ваша целевая аудитория. Мы видим, как в последнее время темы бережливости и инвестиции начинают набирать свои обороты. Вокруг этих тем формируются целые сообщества, и в их стратегии нет ничего изначально неправильного. Бережливости и инвестиции работают для большинства людей с разной степенью дохода. Но если мы взглянем внимательнее на всех этих инфлюенсеров, пропагандирующих подход к такому образу жизни, то мы увидим настоящих успешных бизнесменов, использующих все средства производства массовом масштабе. Видео, благодаря которому большинство из вас подписалось на этот канал, раскрывало все базовые принципы предпринимательства. Деньги равнозначны вашей ценности на рынке, где в роли рынка выступают другие люди. А самый эффективный способ повысить вашу ценность – это найти проблему на этом рынке, создать эффективное устранение этой проблемы и в конечном итоге выгодно продать все это. Это предпринимательский путь, где твой результативный бизнес приносит обществу пользу и постоянно растет. Но по этому пути готовы пойти лишь единицы, поэтому он не особо освещается в массах. Но я призываю тебя поразмыслить о своих собственных возможностях и задуматься о том, подходит ли предпринимательство лично тебе. В любом из твоих направлений, будь то профессиональная деятельность или хобби. С учетом сказанного, твое производство не обязательно должно исходить из строгого формального определения бизнеса. За примером далеко ходить не надо. Любой медиахостинг, вокруг которого крутятся огромные деньги, вполне себе может рассматриваться как средство создания продукта в массовом масштабе. Выпуск видеороликов, которые нравятся большинству, это такое же производство относительной ценности для рынка в той или иной форме. Вы можете использовать любые свои знания, от программирования до навыков в области физической культуры. Для большинства людей труд в форме стандартной работы с 9 до 5 будет их единственным средством производства. Но это не значит, что именно твоя способность производить на этом заканчивается. Понимание себя как производителя – это понимание способов, с помощью которых вы сможете создавать ценность для рынка и получать за это награду. А интернет сегодня предоставляет для нас массу возможностей для производства чего-либо на рынок. Но узнать, необходимо ли твое производство рынку, можно только после производства. Подводя итог, во-первых, тебе необходимо осознать себя как потребителя. Вам необходимо понять, что и зачем вы покупаете, путем введения контроля своего потребления. И после этого осознать себя как производителя, максимизировать свою ценность с помощью работы, бизнеса и каких-либо других средств производства. Эта система повсеместно помогает бесчисленному множеству людей, заинтересованных в зарабатывании денег. Но остался еще один вопрос, на который тебе необходимо ответить. Действительно ли? Все дело было только в деньгах. Как и говорилось ранее, деньги это просто лист бумаги, цифры на экране. Их ценность подкрепляется только верой людей в их ценность. Безусловно, наличие огромного состояния открывает для нас множество путей. Допустим, вы зарабатываете 200 тысяч долларов в год. И теперь технически вы входите в 1% самых оплачиваемых людей в мире. На этом уровне вы могли бы позволить себе презентабельный дом и дорогой автомобиль. Но с этими вещами связаны более высокие затраты. И поэтому даже с таким заработком вы можете не чувствовать себя финансово защищенными. А теперь представь годовую зарплату в виде 10 миллионов долларов. На этом уровне твои потребности удовлетворены. Еще более дорогой дом, постоянные перелеты по всему миру в первом классе, любые медицинские услуги, любой автомобиль. Но ты все еще не в рейтинге людей со сверхвысоким капиталом. Следующая лига – это люди, зарабатывающие от 50 до 100 миллионов долларов. В большинстве своем на этом уровне располагаются люди, управляющие или имеющие контрольный пакет акций крупной компании, резиденции, посещение любых мест по всему миру в свободное время, целая армия подчиненных, через которую необходимо будет пройти, чтобы добиться твоего внимания. А вместо первого класса с другими людьми – аренда целого самолета. Изменяется и круг общения – конгрессмены, сенаторы и другие общественные лидеры. Но на этом моменте приходит понимание, что и этого недостаточно. Ведь какой смысл от твоего нового автомобиля, когда у твоего коллеги есть автомобиль этой фирмы, но ограниченного выпуска? Ну или какой смысл завтракать с местным губернатором, когда в этот момент твой друг завтракает с президентом? На этом уровне люди все еще смотрят вверх, где теснятся те, кто зарабатывают от 100 миллионов до миллиарда долларов чистого капитала. На этом уровне вы, вероятно, владеете крупной транснациональной корпорацией, вы, вероятно, общаетесь с мировыми звездами и корпоративной элитой. Любой опыт, который только придет вам в голову, осуществим. И когда ты находишься на таком уровне богатства, предел ограничен только твоим разумом. Но как насчет миллиарда? И тут мы перестаем говорить о предметах и опыте. Мы получаем доступ к любой информации. Доступ к любую точку планеты в течение нескольких часов и общение с главами государств. Благодаря своему богатству и связям вы можете менять мир в ту или иную сторону и влиять на множество судеб. Но самая главная возможность, которая у тебя появляется, это по сути выиграть время. Никаких очередей, никакого сидения без дела. Обо всем необходимом позаботились за тебя. Но есть одно «но». Очень трудно иметь нормальные эмоциональные связи на таком уровне. Все труднее становится иметь друзей и семью, которые любят тебя таким, какой ты есть. Вокруг тебя полно людей, стремящихся воспользоваться тобой в любой удобный момент. Твое доверие и связи с людьми значительно ослабли. Свидание тоже становится достаточно странным опытом. С одной стороны, вокруг тебя самые красивые и умные люди на планете, но найти кого-то, с кем у тебя подлинная эмоциональная связь, это совсем другое. На этом уровне у тебя буквально нет времени на установление глубоких связей с новыми людьми. И самое главное, ни один уровень денег не даст тебе по-настоящему всего, так как смерть — это великий уравнитель, где потеря близких, потеря собственного здоровья и столкновение с собственной смертностью — это проблема, которая не устраняется никаким капиталом. Я не знаю, что произошло в тот момент. Я не знаю, что произошло в тот день. Я не мог с этим справиться. Извини, что поднялась эта тема. Мне нужно пойти наверх, это очень тяжело. Мне надо перестать плакать. Я думал, хорошие родители — это источник финансов. Я совершенно забыл про эмоциональную часть. Я всегда буду сожалеть об этом. Поэтому самое время переосмыслить свои потребности в глобальном смысле. Есть высокая вероятность, что сами деньги не принесут вам удовлетворения. С самого начала дело было не в деньгах. Мы часто не ценим того, что не получается подсчитать. Легко смотреть вверх и чувствовать разочарование, если у кого-то чего-то больше, чем у тебя. Но иногда стоит просто взглянуть по сторонам, и вдруг окажется, что ты вполне себе богаче, чем тебе казалось. Фу, всем привет, кто досмотрел это видео до конца. С одной стороны, хотел бы поблагодарить вас за это, но с другой стороны, если вы досмотрели этот ролик до конца, то это значит, я предоставлял для вас некоторую ценность в течение последних 20 минут. Поэтому вы могли бы, в свою очередь, оценить данное видео, поставив лайк. Но если вы хотите увидеть еще подобные видео, то могли бы подписаться на этот канал. Последние полгода могло показаться, будто бы я забросил канал, но нет. Все это время я изучал некоторые интересные вещи, которые связаны и с Ютубом в том числе. И об этом будет рассказано, но чуть позже. Касаемо данного видеоролика, то на самом деле, все базовые проблемы, которые были подняты сейчас, казалось бы, являются вполне очевидными. Но с другой стороны, вы могли бы посмотреть вокруг и убедиться, многие люди абсолютно не контролируют некоторые свои действия и поступки, связанные с организацией личных финансов. Если это касается довольно именитых и обеспеченных людей, то очевидно и простые работяги, вроде меня с вами, от этого не застрахованы. О многом в этом видео было сказано вскользь, поэтому если вы хотите более подробно и самостоятельно ознакомиться со всеми тонкостями, поднятых мною сегодня тем, то могу порекомендовать вам от себя следующую литературу. Ну и напоследок, иметь финансы – это отлично. Как минимум, никому из нас не хотелось бы видеть у себя дома пустой холодильник. Да и иметь финансы в избытке, наверное, неплохо, но какой от этого смысл, если вы не почувствуете себя удовлетворенным в конце пути. Ну а если у вас есть весомая цель, то, наверное, за это стоит бороться. Всем приятного дня!